привет всем любителям стратегических игр вы видите слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и это мнение дилетанта давненько его не было потому что теперь мнение дилетанта своем именном канале выпускаю если вы вдруг не в курсе то ссылка в описании в прикрепленном комментарии переходить туда смотрите ну потому что они в основном политические игр не касаются но это мнение дилетанта как раз касается игр и нас с вами в общем то поэтому предлагаю обсудить дело в том что за последние 10 лет желание стратегически мыслить у геймеров упала на 67 процентов поехали такая вот техника такая моя механика кстати если вам нравится эта песня ссылка опять же на нее на в саундклауд в описании в прикрепленном комментарии скачивайте слушайте моя песня я сочинил группа штрих-код техника механика ну что ж стратегическая техника механика исследования квантик фаундри вот я буквально недавно наткнулся точнее даже не исследования а они в течение 10 лет собирали игровой профиль людей они просили людей отмечать там в таком опроснике что их больно что конкретно их заставляет играть в игры какая у них главная мотивация для того чтобы играть в игры вот как видите сейчас на своем экране их тут 12 мотиваторов они так вот разделены объяснены я не буду останавливаться на каждом опять же ссылка на это исследование в описании в прикрепленном комментарии просто переходите смотрите нас интересует вот стратегия да и опрошено было миллион семьсот тысяч на самом деле миллион пятьсот семьдесят тысяч они убрали тут пишут очень интересно они убрали респондентов из китая потому что у них очень отличный от всех остальных регионов мотивационный профиль потому что это исторически так сложилось что у них более изолированная разработка игр и их игровая индустрия более изолирована так что вот но в любом случае миллион пятьсот семьдесят тысяч опрошенных это очень большая выборка в течение десяти лет и оказалось что влияние вот всех одиннадцати других факторов практически не изменялась во времени там были какие-то колебания больше меньше но оно никак не влияло а вот желание играть стратегически стратегически упала на 67 процентов это просто посмотрите на этот график вот 2015 год вот 2024 год на 67 процентов ни одно они тут пишут что ни один другой мотивационный фактор даже близко так сильно не падал то есть там буквально какие-то просто колебания происходили и чтобы например было понятнее они вот тут пишут чтобы сравнить что значит насколько силен насильно это падение это вот представьте себе если бы в среднем все мужчины старше 20 лет потеряли 8 килограмм за 10 лет то есть в среднем 10 на 8 килограмм стали бы все легче мужчины либо потеряли были в росте 4 сантиметра либо потеряли бы в айкью почти 7 очков дальше исследователи уточняют что может быть к вид виноват но в принципе вот тут после двадцатого года как бы падение ускорилось так но дело в том что началось то в пятнадцатом году тут 20 просто ускорилась и то исследователи говорят что скорее всего не сама болезнь к вид даже а тот факт что людей позапирали в домах вот эти ограничения к видны скорее больше повлияли вот на это падение дальше они следуют от пола зависит нет одинаковые женщины и у женщины и у мужчин падение зависит от страны нет как и сша так и жители не сша одинаково падают чем даже ведь не сша даже сильнее в некотором смысле еще я думаю важно уточнить что понятно что каждый год опрашивали не одних и тех же это постоянно были разные респонденты и главное здесь что средний возраст опрашиваемых 24 с половиной года то есть вот примерно вот это поколение 24 с половиной летних каждый каждый год опрашивалась и можно сказать что это вот сменилось поколение каждый следующий год все меньше и меньше в двух словах в чем проблема это снижение концентрации внимания то есть в общем снижение концентрации внимания раз у вас снижается концентрация внимания то и мыслить стратегически уже довольно сложно вы не можете да вот у нас стратегический код мыслит потому что хочет пожрать и начинает уже жене подкатывать коньки свои чтобы его покормили вам все сложнее продумывать несколько шагов вперед потому что это требует времени а вам уже скучно вы хотите что-то еще как как-то себя развлекать для примера опять же они приводят пример что на ютюбе все больше смотрят шорцы они полные видео точнее даже уже превысило количество просмотров шорцев чем вот такие полные видео разборов кадр в фильмах вот одну вот кадр без смены плана да в 1930 году составлял 16 секунд в 2010 уже 4 секунды когда в фильме кадр длится дольше 4 секунд кажется ой а чё это так все вяло уже зритель теряет концентрацию внимания ему тяжело сосредоточиться среднее время проведенное в открытом окне на компьютере ну то есть например вот открытая у вас вкладка браузера или открытый там документ ворд упал с двух с половиной минут в 2004 до 47 секунд в 2016 то есть вот люди переключают в среднем 47 секунд им уже надо что-то другую какую-то другую информацию видеть и соответственно больше всего от этого страдает именно стратегическое мышление в данном случае вот в этом профиле даже объяснение есть думать наперед и принимать решение и исследователи делают абсолютно резонный вывод что снижение вот этой популярности стратегических действий это касается не только геймеров а вообще снижение концентрации внимания отмечается исследователями во всех других областях нашей жизни каковы же причины этого да опять же вот пишут исследователи что хотя большинство винят в этом социальные сети но найти реальных вот реальные улики этому невозможно иначе ну как-то надо как-то выращивать детей тогда в пробирках в лабораториях а это не этично хотя с другой стороны вот я например сказал про уменьшение кадра в фильмах то есть получается и кинематограф уже на это повлиял более того были исследования что внимание чтения газет например меньше времени занимало но похоже что социальные сети прям ускорили этот процесс драматически очень нравится мне это слово драматически но началось это все вот не сейчас еще одна гипотеза заключается в том что возросло возрос негатив и поляризация мнения которые вы получаете из тех же социальных сетей особенно вот это эмоциональное манипулирование в социальных сетях и это создает просто когнитивную перегрузку для людей когда они получают эту информацию особенно это влияет на подростков вот тут прям конкретное исследование что подростки с не очень сильной психикой получают более низкие оценки по математике и чтению чем вот находясь глубоко погруженными в социальные сети как бы то ни было исследователи делают вывод в своей статье что геймеры стали менее заинтересованы стратегическом мышлении стратегических действиях за последние девять лет и они стараются выбирать те игры которые их ну не заставляет перегружаться какие-то простые действия репетитативные знаете вот эти там захват вышек чем меньше вот горизонт планирования да чем меньше ваши действия будут вести за собой какие-то что вам еще надо обдумать тем лучше вот прям сейчас что-то ты делаешь и оно дает тебе выброс эндорфина адреналина я не знаю там в зависимости от того что стрелялки или шагалики или еще что-нибудь такое и в этом смысле мы с вами как любители стратегических игр все-таки ну в привилегированном положении получается потому что как бы то ни было 4x стратегии нихрена не упрощаются в своей стратегической составляющей вот например я обратил внимание что многие жалуются на шестерку что она типа сложнее в том плане что ой там надо районы какие-то продумывать делать вот в пятерке там просто в городе все строишь и как как все просто да то есть уже тут прослеживается в некотором смысле желание людей к упрощению я не вижу чтобы у стратегических игр уменьшалась аудитория более того в последние годы именно вот пошаговых 4x стратегии выходит очень много ну в моем представлении очень много по сравнению с тем что раньше было и вроде находят аудиторию ну то есть игра не очень интересно там не будет аудитории если игра прикольная то люди с удовольствием в нее играют поэтому надо себя вот если вы чувствуете серьезно я думаю что очень многие мои зрители не очень многие но некоторые мои зрители явно почувствовали охлаждение к стратегическим играм потому что вот им вот эта сложность не очень интересно так вот вы как раз вот попали в тех людей у которых перегрузка когнитивная происходит что типа лучше все сделать озаботься цифровой гигиеной меньше дум скролить и особенно сраться в комментариях это вот поражает до сих пор там началась эта война россии с украины если там в начале ну первые две недели еще можно было что-то друг другу объяснять то сейчас по прошествии двух лет все равно люди зачем-то начинают в комментариях друг с дружкой ругаться хотя это уже очевидно ни к чему не приводит я в этом плане вот лёша банят да то есть для моего психического здоровья мне проще человека забанить чем с ним ругаться или что-то объяснять и вам того же желаю кстати не смотрите короткие видео как бы даже я вот делаю шорты они смотрите их мои шорты тоже не смотрите смотрите долгие видео не хотите смотреть тогда лучше никакие не смотрите по потребление короткой информации ведет вот к деградации так сказать особенно к стратегической деградации ну и заставляйте себя стратегические игры играть действительно это ну очень важно в тактические стратегические ну тактика просто чуть менее имеет глубину но тем тем не менее хоть так может вам больше тактика нравится чем стратегии еще кстати вот в догонку что много ливеров в сетевых играх да что они там приходят и играют по какой-то одной своей стратегии если она у них не получается они уходят там не дают домики построить ушли не дают какую-то чудо построить ушел то есть это вот этот пример того что люди по какой-то одной запланированной дорожке идут не ориентируясь вообще в ситуации где не находятся что там у них рядом какой-то другой соперник может быть и это действительно вот у меня по ощущениям участилась цене с тем когда я начинал там делать свой канал в случайных лобби не было так много уходящих из игры когда у них не получилось какие-то вообще минимальные вещи там что-то вообще просто там не построил чудо либо не не взял ту в религию которую хотел и ушел просто людям вот именно что не хочется даже менять свой в этом и действие стратегичности что ты продумываешь какую-то стратегию но ты всегда можешь ее поменять потому что более такие разветвленные как как дерево такой да если ты сделал это то ведешь к этому если этого не сделал то ведешь к этому и так далее и вот это вот это поведение для людей я могу сказать для людей я думаю что все таки это исследование можно экстраполировать в целом на общество а не только на геймеров то есть в целом в обществе вот это стратегическое поведение стало менее желаемо и потому мы моему шума ему сейчас да и вам как моим зрителям то есть я уже сказал что 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 делать что делать прекратить смотреть короткие видео ну да как бы надо себя заставлять вот знаете как вы толстеете например вы заставайте какую-то физическую активность делать вы умственно деградируете вы заставляете себя тоже какую-то умственную умственные занятия делать не сритесь в интернете задайте себе вопрос вообще мой комментарий в данном случае что-то добавит новое да то есть если вы хотите что-то негативное написать если положительное пишите пиши положительно обязательно пишите всем Говорите людям, какие они классные Молодец, что ты там написал, сделал Видео, еще что-то Но если вы хотите написать что-то негативное Сначала подумайте Даст ли это Какую-то пользу Прочитавшему этот комментарий Или еще что-то Естественно, сами в срачи не вступайте Не провоцируйте их И не, тем более, не ведитесь на троллей Которые эти срачи провоцируют Меньше там Думскрольте И играйте в стратегические игры Естественно, про это наш канал Спасибо, что посмотрели Я думаю, дал я вам пищу для размышлений И надеюсь, ваше мнение В комментариях Тоже почитать Не забудьте поставить лайк Не забудьте поделиться этим видео Это все-таки не шорт какой-нибудь Сделайте так, чтобы поменьше народу Продолжало деградировать На этом все, играйте в умные игры Слава Украине, живе Беларусь Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Такая вот техника Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok